Доброе утро, девочки и мальчики! Мы начинаем очередной выпуск клуба деловых детей. Всё больше и больше ребят пишут нам письма и вступают в наш клуб. И Филис и Пашка, теперь мы будем к ним обращаться, коллеги. Приветствуйте, ребят! Доброе утро, коллеги! Да, доброе утро, коллеги! Сегодня мы поговорим о том, что такое потребности. Мы будем изучать это новое для ребят слово. Давайте вспомним, мы с вами обсуждали, что родители каждый день ходят на работу. Зарабатывают деньги? Да, зарабатывают деньги. Помните, мы обсуждали, какие бывают интересные профессии? Мы говорили о том, что многие-многие взрослые ходят на работу с удовольствием. Но всё-таки зарабатывают деньги, они их как-то тратят. На что они их тратят? На одежду, на еду, на развлечения. На свои потребности. Правильно, да, на свои потребности. Давайте поговорим, какие же всё-таки бывают потребности. Начнём с простого. Я вам буду показывать карточки, а вы мне будете говорить, как вы думаете, чья это потребность, девочек или мальчиков. Давайте. Хорошо. Ну вот, например, смотрите, футбольный мяч. Э, мальчики! Мальчики. Давайте договоримся, мальчиков ставим вот сюда. А теперь давайте посмотрим вот на такую потребность. Что это? А-а-а! Это женские туфли. А-а-а! Женские. Значит, это кто? Это куда? Женщины. Девочки. Девочки. Так. Филя. О! Это губная помада. Да, это губная помада. Ой, я знаю! Это надо девочкам. Смотрим на следующую картинку. Так. Так. Как вы думаете? Это, это клюшка, клюшка. Да, правильно. Это для мальчиков. Такие играют... Настоящие мужчины. Да, настоящие мужчины. А вот это что? Это украшение, это красивое ожерелье. Красивое ожерелье. Но это только для девочек. Только для девочек. А вот это что? Филя. Ой, это я знаю! Это для того, чтобы качать пускулатуру, эта штанга. И что мы думаем? Кому нужны мышцы? Для мальчиков. Я согласен. Это, я думаю, мы сразу согласились. Это, наверное, мы прям... Это кукла, а в куклы играет девочка. Да, куклы точно, сто процентов, играют девочки. То есть у нас тут справа девочки, слева мальчики. Так. А как вы думаете вот про такую картинку? Кровать? Да. Кровать? Ну, это, мне кажется, кровать. Это всем нужна кровать. Да, я согласен, она нужна всем. Ну, то есть и девочкам. И мальчикам. И мальчикам, да. И мальчикам. Ну, вы правы, вы молодцы, вы отгадали. Потребности – это нужда человека в чем-либо. Однако потребности бывают разными. Есть индивидуальные для конкретного человека, а есть общие для всех людей на земле. Например, необходимость в воздухе, воде, еде. С возрастом индивидуальные потребности меняются. От детской нужды в игрушках до взрослой потребности в доме, в машине, в любой работе, уважении, признании. Ой, а я, знаете, что хочу? Что? Я хочу полететь на Луну, полететь в космос. Степашка, это не потребность, это, по-моему, твоя фантазия. Чего ты смеешься? Ты удивишься, но все, чего нам хочется, это наша потребность. Вот что написано на табличках, которые стоят сзади вас? Давайте посмотрим. На моей написано «надо». А на моей? А на твоей? Хочу. Да, вот смотрите, мы давайте попробуем разделить потребности на «хочу» и «надо». «надо». Это одежда. Одежда. Как вы считаете? «Надо». Да, она нужна. Без нее никак. Согласусь, очень сложно без одежды. Степашка, эта картинка идет к тебе. Да. Да, и стоит около таблички «надо». Что это, ребята? Это телефон. Телефон. Да, телефон. Ну, куда вы отнесете телефон? Телефон, он... Наверное, «хочу». Я все-таки думаю, что телефон, это пока для наших зрителей, относится к разряду «хочу». А куда мы отнесем потребность под названием «еда»? «Еда»? Это надо. Это надо. Об этом не сбой. А теперь давайте подумаем вот про такую потребность. Уже совсем скоро Новый год. Как вам кажется? Хочу. Да, Новый год, подарки. Тут, конечно, очень хочется подарки. Так, давайте сюда же тогда категории «хочу» поставим потребность под названием «подарки». Да, подарки. Подарки. А вот теперь более сложный вопрос. Смотрите. Так. Это что, по-вашему? Солнышко. Солнышко. Как вы считаете, может кто-нибудь прожить без солнца? Нет, никто не может. Это надо. Последние у меня есть две карточки. Мне особенно понравится Фили. Да, машина и велосипед. Так. Ну, я без велосипеда, конечно, обойтись не могу. Ну, если надо. Итак. Бывают потребности, без которых абсолютно невозможно жить. И эта категория «надо». А есть потребности, без которых жить можно. Но очень хочется, чтобы они стали реальными. Эта категория «хочу». Поэтому, например, такая потребность Степашки, как полететь на Луну, она, конечно, все равно потребность. Но это, с одной стороны, потребность, а с другой стороны, мечта. И чем лучше мы будем стараться, чем больше мы будем работать, чем лучше мы будем учиться, тем скорее наши мечты сбудутся. А теперь мы с вами прощаемся. Фили, Степашка, прощайтесь с ребятами. До свидания, ребята. До встречи в клубе деловых детей. До свидания. До новых встреч. Да, всем хорошего дня. Пока. Пока. Пока.